Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, я рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление и говорим о том, куда инвестировать в эти непростые времена. Сегодня у нас необычный формат видео, будет он посвящен вопросу богатства семьи, то есть кто давно на канале знает, что это большая идея, которая зажигает лично меня. И здесь под богатством семьи лично я понимаю историю, связанную с тем, что в каждом поколении, в определенный период времени появляется человек, который дает выдающиеся результаты. Он очень быстро растет, он может заработать денег, оказаться в нужное время, в нужном месте, но практически в каждой стране есть свои поговорки определенные, да, то есть каждое третье поколение снова работает на рисовом поле, да. И в чем заключается суть этой истории? В том, что появляется человек, выдающаяся личность, которая позволяет всему роду, с одной стороны, стать богатыми в классическом понимании, но третье поколение, то есть внуки все это теряют, то есть дети хорошо, если удержат это состояние в руках, но внуки все, соответственно, проигрывают, и правнуки уже в третьем поколении, они начинают все заново. Но при этом есть выдающиеся семьи, фамилии эти мы все знаем, повторять их не будем, которым удается передать капитал из поколения в поколение. И провели большое исследование, в чем заключается успех этих людей, в том, что они смотрят на свой финансовый капитал не как на самоцель, а всего лишь как на основу, как на фундамент, на базе которого формируется интеллектуальный капитал. То есть деньги нужны для того, чтобы развивать навыки определенные у людей, чтобы делать их успешными, чтобы делать их состоятельными, чтобы создавать больше потребительской ценности за единицу времени. Но даже интеллектуальный капитал не является целью, самоцелью по своей сути, это все равно всего лишь фундамент для создания и развития человеческого капитала. И когда говорим о человеческом капитале, а, это социальные связи, б, это количество членов семьи по вертикали, по горизонтали. Как они развиваются, по каким законам они живут, и у каждой такой семьи есть конституция. Конституция семьи связана с тем, что это правило жизни, по которым живет семья. И живет не только текущее поколение, но и должно жить будущее поколение. Причем это такие достаточно эластичные правила, которые позволяют адаптироваться к текущим жизненным ситуациям. Самым ярким примером, наверное, является семейство Ротшильдов, когда Майер Ротшильд, непосредственно основав свою финансовую империю, написал правила семьи, каким образом происходит взаимодействие, что мужчины должны жениться только на одной фамильцах, то есть из членов семьи. Женщины могут идти из клана, но при этом мужчины в клан прийти не могут. То есть каким образом осуществляется учет, каким образом происходит решение споров семейных, в первую очередь связанное с наследством, что они не выносятся никогда в публичное пространство. И то, о чем хотелось бы поговорить сегодня, так как в большинстве своем на канале меня знают как человека, который отвечает за финансовый капитал, куда инвестировать, зачем инвестировать, по каким правилам инвестировать, вы должны понимать, что это лишь вершина айсберга, а более глубинные цели заключаются в том, чтобы это послужило основой для создания интеллектуального капитала и человеческого капитала. И в этой связи я пригласил к себе в гости Диму. Он, соответственно, представится, но как я познакомился с Дмитрием? С Дмитрием я познакомился в процессе развития своего собственного интеллектуального капитала. И сегодня необычное видео посвящено теме человеческого капитала. Я представляю Дмитрия. Дим, очень приятно, что ты согласился приехать в гости, поговорить на эту самую, наверное, глубинную тему. И у меня, наверное, первый вопрос. Расскажи о себе, потому что тебя знают больше как модератора, человека, который проводит партнерские сессии. Но мы с тобой обсудили одну большую идею, которая очень серьезно у нас друг с другом соотносится. Развитие человеческого капитала. Как ты к этому пришел? Да, смотри, я как бы базово в своей ключевой настройке я адвокат. Я сопровождал разные конфликты, причем разного рода. Они могли быть корпоративные, акционерные, могли быть дракоразводные. Всякие разные конфликты. Я за свой профессиональный опыт, там, 15-летний, уже повстречал. И штука в том, что последние пять лет я понял, что сопровождение конфликтов, вернее, разрешение их в судах, это очень непродуктивная, как бы, и несозидательная вещь. И я понял, что большинство этих конфликтов, на самом деле, возникает не из-за того, что кто-то хороший, кого ты представляешь, а кто-то плохой, против кого ты борешься. А на самом деле из-за того, что у них возникло неоправданное ожидание друг от друга, потому что они что-то не обсудили. Я начал заниматься бизнес-партнерствами, и я являюсь, на самом деле, сейчас экспертом номер один в России по бизнес-партнерствам. У меня профессиональный опыт, например, на смотре на партнерство. Я очень внимательно и аккуратно посчитал количество партнерств, с которыми я работал за этот период. Это более 1 400 партнерств. То есть я видел очень разные конфигурации, семейные, инвестиционные. В общем, очень разные. Я как бы далеко и глубоко в исследованиях на эту тему. Короче, я проводил вот эти партнерские сессии. Что такое партнерская сессия? Это когда два совладельца бизнеса, они думают, что они друг друга знают, но они... У меня вчера была партнерская сессия, парни 21 год знакомы, 15 лет делают вместе бизнес. Чтобы ты понимал, через 6 часов нашего разговора один из них говорит, это первая настоящая глубокая беседа наша друг с другом. Я, говорит, просто по-другому увидел своего партнера и себя. В другой партнерской сессии одна девушка сказала, ты знаешь, говорит, похоже, что этот разговор – это новая глубина честности. Причем честности не между партнерами, а с самим собой. Ну и в общем, это вот такой разговор, который позволяет создать очень структурированные, четкие партнерские договоренности, которые фиксируются в партнерском соглашении. Я проводил такие сессии. На одной, на второй, через три таких партнерских сессии мне партнеры, бизнес-партнеры говорят, слушайте, а мне было так с супругом поговорить или с супругой. Такие, ну, важные вопросы. Ну, например, а как мы видим там развитие нашей семьи или вообще смысл существования нашей семьи? Договориться друг с другом. Ведь смысл существования бизнеса – кто-то скажет, ну, очевидно, прибыль. Кто-то скажет, подожди. Ну, смысл существования нашего бизнеса – создать место, в котором каждый член семьи может отпраздновать свой день рождения. И это вот миссия видения Андерсона, например, да? Ну, кафе. Короче, может быть, не про деньги. И на самом деле людям нужно синхронизироваться. И вот такие партнеры говорят, а вот бы мне с супругом об этом поговорить, а вообще какой смысл нашего совместного существования? Вот бы синхронизироваться в это. И мы стали задуматься об этом и начали потихоньку, вот с теми, кто был, кто прошел уже бизнес-партнерскую сессию, стали проводить семейные сессии. Семейная сессия – это когда с супругом, на самом деле с сестрой, с братом, со своим родителем или родителями, с взрослыми детьми, ты садишься и разговариваешь про разные вопросы, которые касаются... Я сейчас как бы скажу такую чуть формальную вещь – правил взаимодействия и развития семьи. Потому что мне на самом деле не очень близко, если эти правила напишет, типа, глава семьи. Потому что, с моей точки зрения, они будут выполняться ровно до тех пор, пока он может обеспечить как бы некоторую силовую, в ментальном смысле тоже, принудительную поддержку выполнения этих правил. Ну, то есть, там, отца или маму, главу семьи не хотят обидеть и поэтому выполняют эти правила. Как только он уходит или становится слабее, то каждый там, пока взрослые не видят, они друг друга как бы не выполняют друг с другом. Именно поэтому эти правила должны быть как бы за столом равных. Нужно сесть за стол, за круглый стол короля Артура и сказать – мы здесь сейчас равны, и каждый может быть услышан, и давайте договариваться, по каким правилам мы будем жить. И вот так создался, по крайней мере, в моей вертикали, наверняка у Ротшильда чуть-чуть по-другому, продукт «Семейная конституция» как форма нашей твердой договоренности, вокруг которой наша семья развивается. Круто. Ну, я тоже здесь могу привести пример, то, про что рассказываешь, в моей жизни, в собственной, да, то есть, вот это действительно присутствовало, то есть, у меня была бабушка, такая очень волевая женщина, причем она воспитывала детей в условиях, когда ее мужа там репрессировали, то есть, признали душевно больным человеком, потому что он выступал против советской власти, его закрыли в психушку, она работает библиотекарем, и, соответственно, ей нужно четырех пацанов и одну девчонку поднять. Девчонка – это моя мама. И это была волевая женщина такая, что даже мой отец, когда уже женился на маме, да, то есть, говорит, вот халифа Усмановна, она всех вот так вот в кулаке держала. Пока держала в кулаке, все развивались, все друг с другом общались, все постоянно встречались, то есть, она была неким таким цементом связующим, который вот это вот непосредственно все держала. А когда она ушла, и это было начало 90-х годов, да, то есть, получается, что каждый разлетелись по своим, и я сам понимаю, что, например, один сын, да, мой дядя, он достаточно высоко взлетел, ну, в плане, там, государственной службы, да, в плане доходов, которые бизнесы делал, да, а другие, наоборот, снизились. И это не было чем-то единым. И в итоге, получается, я сам про себя иногда такое думаю, ну, вот как бы были ресурсы, были бы, и просто вместе уже никто никогда не встретился. Мать ушла, и на моем веку никто никогда больше уже не собрался непосредственно, да, и каждый живет по-своему. Сейчас пытаюсь брать вот эту вот функцию, да, объединить все-таки уже братьями двоюродными, троюродными встретиться и там на своем уровне каким-то, каким-либо образом помочь. Хотя понимаешь, какие ресурсы могли бы быть на основе тех знаний, которыми я уже обладаю, да, и каким образом можно интегрировать финансовый капитал, помочь развиться, дать образование тем, кто не может этого сделать, чтобы они самостоятельно зарабатывали. Сто процентов. Я тебе даже скажу, что я вижу много семейных бизнесов. Ну, ведь ты же понимаешь, что вот первые, как бы, капиталисты, первые предприниматели сейчас подошли к такому возрасту уже, когда они, скорее всего, отходят от управления бизнесом. Их дети приходят им в приемстве. Самая насущная проблема. То есть каждый 30 лет переход капитала в следующее поколение. Именно так. И да, я это, причем я это понимаю очень хорошо, и самое интересное, дети уже не хотят этого ничего применять. И это получается добро, которое, как говорит, прихватизация, да, то есть в 90-х годах кто-то получил контроль над определенными проектами, заводами, пароходами, да, а говорят детям, бери, пап, кому? Я не хочу, я все, я в другое направление пошел. И это возможности. То есть это одна из причин, почему я хотел бы, чтобы у нас была целая серия видео, да, с тобой записана. Это отдельный большой блок вопросов на следственность передач, который буквально 5-10 лет, да, то есть этим людям, которые в 90-х годах, соответственно, стали собственниками, им сейчас там 60 плюс, 65, если не 70. И это поколение уходит, да, а кому это передавать, как это передавать, когда дети не хотят, а ты этому всю жизнь положил на то, чтобы вот это вот у тебя было. В этом как бы и штука, что на самом деле вот эти семейные бизнесы, где была сильная ролевая отцовская родительская модель, может быть, материнская, они существовали, ну, то есть я вот недавно проводил партнерскую сессию, два брата, у них отец. Братья тоже, уже меня старше, там, лет на 10, а то и на 20. То есть, ну, возрастные ребята. И у них, как бы, эта пирамида жестко держится. Все в строю, там, по четвергам, в баню, короче, каждый четверг, короче, традиции мощные. Но штука в том, что склеивающий, как ты абсолютно правильно метафорически сказал, склеивающий цемент в персоне. И такие партнерства живут очень крепко и успешно, пока эта персона, как бы, у нее есть воля. Как только этой волей не становится, то начинается раздрай. И штука в том, что передавать ли ее родственникам или передавать родственникам, это, правда, отдельный вопрос, отдельная тема, сейчас мы ее там, уровень преемственности не будем касаться, но то, что им нужно сесть и договориться про то, что, понимаешь, оно уже так и происходит, как ты говоришь. Слушай, набери бизнес. Да не, я, пап, не хочу, я занимаюсь своим. Все. И как будто бы разговор прошел. А на самом деле он не прошел. Потому что, во-первых, набери занимайся, давай разберемся в этой фразе. И как бы он такой, так, я вот слышал про этих автоматчиков, чопов, короче, всяких этих, ОБ, помоны или еще что-то, мне нафиг этим заниматься. Может быть, как бы, нужно чуть более погрузить человека. А во-вторых, другим ресурсам, могу капиталом помочь для развития твоей идеи. И может быть, там может быть какая-то коллаборация с тем, что там какой-то будет ставленник, ты будешь заниматься своим, но мы создадим совместное предприятие и так далее. И в этом смысле семьям точно нужно договариваться, разговаривать друг с другом. И я думаю, что основной фокус это не личность, а это связь. На самом деле человеческий капитал, ну, я слышу и как бы твое определение его, и твою интерпретацию, как ты его видишь. И я с ней полностью согласен. И я хочу акцентировать внимание на то, что нужно работать, ну, в интеллектуальном капитале ты работаешь над человеком, над усилением этого человека. Мы как будто он супергерой, мы латы приделали бронежилет, там он быстрее стал бегать. Прокачиваем. А человеческий капитал мы в прокачанных людей соединяем друг с другом. И эта работа над вот этой связью. А эта связь это про открытость, комфорт, честность, эмпатию, доверие. Абсолютно точно. Зарабатывает семья деньги. Мы прокачиваем наших персонажей. Прокачиваем сложность, крепкость, такую упругость связей между этими персонажами. Что в цикле, на самом деле, дают новые деньги, новое увлечение капитала. И дальше мы снова... Но там связи прокачиваются еще и с внешним контуром. У каждого тоже. Потому что я сталкивался как раз таки с тем, люди абсолютно не считают, не оценивают, не анализируют стоимость связи. Хотя все знают анекдот. А вот этот классический сын полковника спрашивает, папа, я могу капитаном быть может сынок, а майором может сынок, а полковником и полковником может быть. А генерал-майором? А генерал-майором не может. А почему? А потому что у генерал-майора тоже дети есть. И у нас вот эта история связана элементарно с этими. Я с ним не пил, я с ним в баню не ходил, я его не знаю, потому что в России особенно вот эти связи тоже много чего решают. Но как их посчитать? Как их перевести на историю денег? Как их перевести в монетизацию, которая позволяет увеличивать в том числе интеллектуальный капитал? Это 100% так. Более того, мы сейчас, боюсь, очень зайдем на длинноветеватую дорожку. Не буду на нее заходить. Но сущностно, я когда про бизнес говорю, вот у нас мы доли бы с тобой, у нас была бы какая-нибудь общая компания. И прежде чем поделить доли и сказать, давай типа 50 на 50, как обычно, или 70 на 30, потому что капиталы у нас разнятся. Нам нужно посчитать соотношение того, что каждый из нас вкладывает. Не в смысле обвинительного аппарата твоей книжки, но у меня там есть три капитала. Это человеческий, социальный и экономический. Экономический это деньги, социальный это связи и репутация, а человеческий это мой личный вклад. Время умножить на мою компетенцию, если я в этом бизнесе буду что-то работать. И на самом деле там не нужно социальный капитал. Это вот те самые связи и репутация, с помощью которых ты можешь получить с рынка ресурсы дешевле, быстрее или вообще их получить, когда они другим недоступны. Вот этот социальный капитал, он не переводится в деньги. Там это холиварная штука. У меня была какая-то стадия работы с партнерами, когда я переводил и личное время, и связи в деньги. Очень спорная история. Мы связываем этот социальный капитал с вкладом в успех проекта в целом. Я сейчас коротко скажу. И связываем между собой. Как ты думаешь, вот твоих связей и знакомств, и моих связей и знакомств, для вот этого проекта в каком соотношении мы бы их вложили? Потому что на самом деле это же характеристика не тебя как человека, а тебя как подходящего партнера для этого конкретного бизнеса. Потому что если этот бизнес будет инвестиционной характеристикой, то твои капиталы намного сильнее, то они будут 90 на 10. Ты бы оценил, а я бы сказал 95 на 5. И мы бы нашли 92 с половиной на 7 с половиной. Что-то среднее. А если бы это было, мы не знаем, мы юрфирму бы открывали, и ты бы сказал, у меня там тоже много. Я говорю, ну слушай, ну похоже, что моего личного бренда для HR, для поиска там райма сотрудников, я там преподаю в университетах юридически и все такое, скорее всего в этом проекте было бы 70 на 30 в мою пользу. То есть это не характеристика человека, это характеристика подходящих связей под конкретный проект. И поэтому их нельзя цифровать в абсолюте. Их можно только в относительной ценности к данному конкретному проекту. Потому что от того, что я знаю губернатора Камчатского края, вообще нам, мы здесь делаем где-нибудь бизнес, не знаю, в Москве или в Тбилиси, нам вообще все равно. Но как только мы на Камчатке, в Петропавловске-Камчатском будем строить с тобой глэмпинг, то эта связь заиграет другими красками. И в этом будет намного большая ценность. При том, что в другом проекте она ноль. И поэтому даже внешние связи, о которых ты говоришь, семьи, на самом деле они же ценность имеют не в абсолюте, а только тогда, когда нужная. В моей семье я знаком с главным акушером города Москвы. И пока не наступил период, когда эта связь нам нужна, а она может вообще никогда не наступить, этот капитал ничему не равен. Вообще, как бы его на самом деле очень сложно оценить. Но в момент, когда у нас возникло и нам нужна такая квалифицированная помощь, то, конечно, такие связи супер решают. И поэтому социальный капитал, я считаю, абсолютной ценности не имеет, но относительно точно. Дим, я хотел бы перейти в некую такую практическую плоскость. Сейчас много было сказано про партнерские сессии, и что на основе своего опыта, проводя партнерские сессии, люди захотели проводить сессии с супругами, и здесь возникает вопрос с родственниками. Кстати, извини, что так сказал. С родственниками запрос откуда возникает? То есть у них потребность по-честному поговорить, узнать себя, у них это приводит к каким-то потерям, временным потерям, денежным потерям. То есть почему формируется запрос после бизнес-сессии, где все поговорили, там, ну, это, знаешь, открыли-забрали, сняли перчатки, сели там и по-человечески поговорили. Возникает вопрос, ну, с супругом, господи, поженились, влюбились, родили, что тут решать? Что их будоражит? И я так понимаю, будоражит настолько, что даже ты в своей деятельности начинаешь в какой-то степени смещать фокус внимания. Ты знаешь, откуда это взялось? Вот эти бизнес-партнеры, поговорив, мы исследовательски поняли, что они решают три проблемы. Это проблема временных затрат, эмоциональных затрат и финансовых затрат. Они говорят, это стало быстрее, комфортнее и дешевле. Это, это все. Это взаимодействие. Это, это путь к договоренности. Три вещи, причем, которые имеют синергетические эффекты. Если это дешевле, быстрее и комфортнее, то оно друг друга еще усиливается в разы. Как бы первая мысль. Они говорят, Дмитрий, мы не знали, что мы не знаем об этом. То есть, мы даже не знали о существовании этого инструмента. Это вроде бы так, так просто. Нужно просто поговорить, кто будет принимать финальные решения. И не тратить кучу времени на поиск места в отпуске, а просто сказать, слушай, давай за новогодние, не знаю, я буду отвечать. Если тебе очень хочется, то давай за следующий ты. Или ты за новогодний, а я за следующий. Представьте, что можно договориться об очень простом вопросе и не трепать друг другу нервы, купить пораньше, потому что цены со временем растут, и пока вы договариваетесь, на самом деле становится дороже ваша поездка. И время много не тратить на поиск, потому что, если ты сказал, я в доверии к тебе по поводу нашего зимнего отдыха, то, как бы, ты времени уже не тратишь на это. Очень простой маленький вопрос, который, как бы обсуждать. Я больше скажу, может быть, я как бы уже такой человек с патологией, потому что я вижу необходимость обсуждать вопросы почти везде. Если мы семьями, несколько семей или компания, которая как бы не является семьей, едем в отпуск, то у меня есть тоже списочек вопросов, 10-12, о том, как там комфортно сосуществовать, если мы там одно шале снимаем и едем на горожный курорт. И мы говорим, слушай, а давай договоримся, сколько дней можно танцы до упаду делать, а сколько дней будет спокойных. Ведь если я вначале это обсужу, и я, допустим, Соня, жаворонок, пораньше ложусь, пораньше встаю и все такое, и люблю катать только, но не люблю тусить, но я знаю, что два дня будет жестких, я могу к этому заранее приготовиться и не злиться на этих друзей, потому что они там, короче, вечеринка у них, и танцы до упаду. И в этом смысле это, конечно, усиливает наши отношения с близкими людьми, с семьей, с друзьями, с кем угодно. Это экономит вот эти самые некоторые у нас эмоциональный ресурс, временной ресурс и денежный ресурс, если взять и сесть и поговорить. Да, и у нас есть, это не просто разговор, у нас есть целая технология, мы поняли, что, скажем так, набор упражнений, процедур, которые берут отношения людей в точке А и доводят в точку Б, они, ну, как бы стандартизированы и должны быть, они не для всех одинаковые, но стандартизированы в смысле у них есть определенная, как бы, норма проведения и необходимость вот об этом поговорить, вот здесь заостриться и вот сюда прийти. И да, ты прав, есть, ну, мы поняли, что там, не знаю, сессия не всем по карману, сессия не всем комфортна, потому что, что это мы пойдем к какому-то человеку, это вообще не в нашей культуре, а он что, психолог? Нет. Адвокат? Нет, ну-ка, у нас нет конфликта, нам не надо, Дмитрий у нас. Я говорю, да я адвокат в прошлом, прекратите, я эксперт по партнерствам, я помогаю настроить отношения. Они говорят, нет, к адвокату идти как-то стрёмно. Ну, и вот эта вся история, люди по разным причинам, у кого-то нет времени, кто-то в разных локациях находится, мира и так далее. Мы создали такую коробочку, которая называется Family Partners, это там 105 важных вопросов для укрепления отношений в семье, и здесь пары в отношениях, супруги, братья, сёстры, взрослые дети. Покажем, чтобы люди искали. Или это где-то можно взять? Да, легко, мы можем ссылку дать, просто всё. Короче, family.partners dropbox. И здесь у тебя просто красивенькие, приятные карточки, которые ты берёшь и там, не знаю, вот так просто. Тебе сколько-то, а мы с тобой братья, например, и мне сколько-то. И я говорю, хорошо, мы вот здесь можем там. Я пишу, вот у меня здесь вопрос. Есть ли что-то, что нужно успеть сделать тебе, мне или нам обоим до 30 лет, а до 40, а за всю жизнь. Вот мы с тобой, ты мой старший брат, а я младший брат. Мы никогда с тобой по этому поводу не общались. Ну, может, как-то общались, но я говорю, слушай, а тебе вот кажется, в твоем ценностном ряду вообще, до какой-то, до 30, до 40, или за всю жизнь, нужно что-то сделать или нет? И ты из своей правды говоришь, слушай, ну, я считаю, что нужно родовое гнездо построить, например. Я говорю, прикольно. Макс, я вообще ни разу не слышал от тебя. Интересно, а как оно выглядит? А, ну, давай его попроектируем вообще, типа, пофантазируем вместе. Потому что у меня такой задачки нет, но ты мне сказал, и я такой, а что, класс, интересно. Слушай, я не знаю, как это попало. У меня, я первый раз с таким вопросом столкнулся на приеме на работу, в тройку диалог. Мне задали вопрос, кем вы увидите себя через 10 лет. Тогда задали вопрос, это октябрь 2005 года, сколько, получается, уже прошло. И я тогда экспромтом пришлось отвечать, но при этом я, например, когда встречались, мы вот в этом году встречались, у нас была встреча выпускников из института, и сидел парень, который пошел по юридической стезе, и просто, чтобы раньше выйти на пенсию, уехал на Камчатку. И он просто там сидел и разочарованно говорил, я просрал жизнь. Блин, я просрал жизнь, я не хочу, чтобы мой сын тоже просрал эту жизнь. Тогда мне вот этот инсайт, казалось бы, простой вопрос, да, пришлось задумываться, и понимаешь, какой временной разрыв на горизонте в 15 лет возникает, когда просто этот вопрос возникает, и ты хотя бы о нем задумываешься. Кстати, ради интереса, что здесь у меня, планы, цели и мечты. Как выглядит наш идеальный совместный день на следующей неделе и через 10 лет? Прикольно. Прикольно, потому что важно, что, ну, кто-то может подумать, ну, это там для супругов. Но на самом деле нет. Я бы и маме такой вопрос задал, и брату младшему бы задал такой вопрос. Да и ребенку бы задал. Ну, может, у него пока нет как бы такой длинной фантазии, но это точно нужно пообсуждать, как вообще этот день. Мы где? Мы серфим? Мы как бы в тепле? Или мы путешествуем? Или мы проводим там? Ну, дальше на самом деле этот вопрос из фантазии людей, кто за столом, можно развивать. А давай, как выглядит наш выходной день? И как выглядит наш рабочий день? Ну, рабочий, наверное, каждый по своим. А выходной вот так. А давай создадим традицию, что мы, короче, один выходной только вдвоем проводим время. И это не важно, с кем мы сейчас. Мы с супругом, с братом, с сестрой или с родителем. Вот там вопрос. Какие качества нужно развивать в детях? И как их лучше развивать? И я этот вопрос, опять же, не только с супругом должен обсудить. С супругом тоже, особенно с будущим. И мы пока еще не поженились, но в какой-то приятной обстановке я говорю, слушай, прикольно, а вообще, как ты на это смотришь? Я не намекаю, что нам нужно детей. Это вот сейчас девушки могут напряжь и скажут, ага, я своему парню начну про детей говорить, он там сразу же. А нужно как бы дисклеймер дать. Я сейчас не про то, что нам их нужно завести завтра, но если они у нас будут, как ты считаешь, какие качества должны быть? И здесь же диаметральный противоположный. Кто-то скажет, короче, вот это, вот это, вот это. У меня здесь есть еще вопрос, чего твои дети обязательно должны добиться в жизни? И бывает же, что родители проецируют собственные нереализованные амбиции, а бывает, что родители говорят, чего захотят, того и добьются. Было бы неплохо, чтобы будущие родители сошлись в этой точке. Ну, чтобы они... А как сходиться без модератора? Ну, допустим, как пример привожу, да, то есть, условно, там, есть двоюродная сестра, да, у нее есть ребенок, и она его везде, там, самая лучшая школа, репетиторы, несколько языков, чтобы знать, айкидо или там, дзюдо, да, то есть, чтобы это был некий такой, позиции, допустим, нашей с супругой, да, ну, в садике, да, там, одна мама написала, а что это там модно сейчас босиком ходить, да, что у вас ребенок ходит, ну, фотографии делают, супруга пишет, что у нас ребенок вообще в два года сам выбирает, как одеваться, если она хочет бегать босиком, то пускай бегает, да, и здесь получается, а как без модератора, тогда, имея вот этот вот инструментарий, как найти точку соприкосновения, в конечном счете, когда там, ну, это прям диаметрально противоположное, то есть, моя задача развить soft skills, чтобы это была высокая адаптивность, чтобы это была способность эффективно со всеми коммуницировать, чтобы была хорошая обучаемость, ребенок сам владел навыками развития собственных нейронных связей, и у меня для этого есть определенные упражнения, я считаю так, потому что, что будет, нужно будет это айкидо, или знание английского языка, когда искусственный интеллект просто будет через пять лет читать мои мысли и в режиме реального времени переводить, зачем мне его сейчас гнобить и красть у него детство, например. Как сойтись? Вот, смотри, здесь важная штука. Особенно мы сейчас взяли на себя ответственность, кто-то эти карточки может купить в итоге, и могут же быть прям очень сильные расхождения в полюсах. Так, ну подожди. Давай начнем с того, что взрослые люди, в целом, как бы нельзя у них забирать, нельзя их ставить в, делать из них объектов отношения, а не субъектов отношений. Поэтому от того, что они купят карточки и поговорят, и поймут, что они расходятся в точках зрения, выложенное разногласие на стол намного ценнее, чем разногласие, которое таится где-то внутри человека, потому что тогда оно непредсказуемое, тогда вообще тебе невозможно... Неуправляемый риск. Да, невозможно с ним хоть как-то к нему отнестись и как-то им управлять. И еще один важный фактор, что ты классный вопрос задаешь, который, наверняка, многие задают, что модератор как будто бы, он как бы придет такой-такой волшебной палочкой, и все типа договорились. Но тут строго говоря, нельзя перекладывать ответственность договаривающихся сторон с гибкости тех позиций, которые высказывают договаривающиеся стороны, на модератора, потому что иначе вы придете такие, там, с сестрой с двоюродной, вот так руки на груди и скрестите и скажете, ну, давайте, Дмитрий, договаривайте нас, мы и так это много слышали. Я в этот момент им возвращаю эту ответственность и говорю, я могу создать поле какое-то информационное, поле договоренности, но договориться можете только вы, и никто, кроме вас, не может договориться, иначе это будет манипуляция, нейролингвистическое программирование или еще что-то. И поэтому я им расскажу метод, который сейчас тоже твоим зрителям расскажу, а они будут его применять. Штука в том, что ходить босиком или не ходить босиком, там, отдать на секцию или не отдать на секцию, это полярные позиции, которые, слово позиции здесь подчеркнуто, полярные позиции, которые никак не сходятся. Ты абсолютно прав. В высказанном утверждении это полярная позиция. Но под этой позицией, в подводной части айсберга есть интересы и потребности. И ты сам сейчас интуитивным образом, если тебя как бы любознательно слушать, ты сказал, она у меня принимает решение, в чем ходить, потому что я хочу, чтобы человек стал собственным навыком decision making, чтобы у него был высокий эмоциональный интеллект, чтобы она была самостоятельной, автономной, очень понятный интерес. И у тебя кружок, ну вот позиции, совсем не пересекающиеся, маленькие кружки, а интерес уже побольше. И у меня интерес, чтобы человек стал успешным, чтобы он там все умел, все мог, да, я сейчас на позиции того, твой гипотетической родственницы. И дальше нужно еще любознательный копнуть, задать вопрос, а зачем это? Почему? Что для тебя это? Ну, то есть мы переходим от позиций к интересам вопросами любознательного исследования. То есть что это для тебя? Почему это для тебя важно? Почему ты это хочешь дать? Мы копаем здесь, копаем дальше, еще ниже, какие потребности мы реализуем. Мы реализуем потребность быть хорошим родителем, или быть признанным, или быть продолжить род. А это потребность тебе для чего? Хочешь, чтобы твои дети были успешными? Зачем? Почему? Я не ставлю это под сомнение. Я не типа, да не, конечно, должны быть неуспешны. Я имею в виду, для чего ты это, как бы, поотвечай самому себе, а что это для тебя такое? Потому что на самом деле, скорее всего, в области глубинных потребностей вы пересечетесь, там будет пересечение круга Эллира. И из этого пересечения нужно будет придумать новое решение, которое лежит не напрямую между двумя позициями и является компромиссом, идиотским, абсолютно идиотским компромиссом. А давай, она по вторникам, средам и пятницам будет такой, короче, роботом на курсах, а понедельник и четверг будет свободным человеком. Как тебе такой компромисс? Ну, давай. И человек там, у него как бы биполярка развивается. Маленький человек в смысле. А мы придумаем новое решение, которое может быть не столь радикально для вот этой человека, как бы, системы, и человека курсов, и чего-то там, развития тотального. И вот этой тотальной свободы, и, в общем, какой-то другой, другой полярности. На самом деле, конкретная твоя фраза, я бы ее тоже поисследовал, потому что, ну, вот это, а что, сейчас модно ходить? Вот этот сарказм, который высказан в твоем примере. Я не знаю, он реалистичный или нет, но я бы к нему тоже отнесся, потому что это же атака. Это атака на внешнее, которая на самом деле является для нее защитой. Она такая, почему мои дети не ходят босиком? А потому что это, а я хороший, значит, я защищаю как бы свое эго, в этот момент нападая на другого, говоря, что, что это вы не смотрите, ну, подтягивши понятия, но этой фразы, а что это она теперь босиком ходит, как бы, что модно теперь? Ну, это, да, это даже было понимание, что это обращено было к родителям. Конечно! Что, 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 что это вы туда... Что это недосмотрели? Что это вы за горе родители? Потому что это защита ее статуса хорошего родителя. Потому что в данном случае ей кажется, что это полярность, что тот, у кого обутые дети, тот хороший родитель, значит, другой плохой. Потому что, если будет другой хороший, то я стану автоматически плохим. А что если? Характеристика родителя вообще никак не зависит от того, а не босиком или в обои. и поговорить, вернуть это человеку и сказать, слушай, я, я, я слышу, что ты вот, ну, это транслируешь, и я это воспринимаю на свой счет, а мне не хотелось бы это воспринимать на свой счет. Я могу тебе чем-то помочь? Ну, то есть, давай, ну, как бы поговорим, потому что, ну, есть классный тезис, который мне очень нравится. А что если не человек плохой, а человеку плохо? Потому что в тот момент, когда ты даже рассказываешь эту историю, я тоже считываю, что ты такой, прикинь, она там типа от зари до зари, и все такое, и у нас тоже, считай, демонизируется этот вот образ, что мы такие, ну, понятно, как бы нереализованная тетка, которая решила, как бы угробить своего ребенка и лишить его детства, как ты правильно выразился. И в этой правде мы тоже можем посуществовать, как бы, и это же тоже про защиту, потому что ты не лишил детства, а подарил детство, ты хороший, а значит в полярной позиции должен быть плохой родитель, и она лишает ее детства, и этот глагол лишает негативную коннотацию иметь. И поэтому, смотри, допустим, не было бы этих карточек, и не было бы инструмента, и родители бы не поговорили, и братья-сестры бы не поговорили. Мы бы находились в каком-то неведении от того, что они не умеют договариваться. Допустим, они купили эти карточки или где-то заполучили их, начали говорить, и у них начало искрить. Они как взрослые люди, мы им дадим право быть взрослыми, они, допустим, уходят в норы к себе, и такие, смотри, какой-то контент, а типа, как договариваться? У них как бы возникла проблематизация в голове, что вообще-то говоря, похоже, они не так себе коммуникаторы. А если они не так себе коммуникаторы, то дальше мы, ну, дальше ты говоришь, блин, ребята, интеллектуальный капитал очень важен. Качайте навыки, знания. Какие навыки качать? Если я не столкнулся с проблемой, я понятия не имею, что мне нужен навык коммуникации. Я столкнулся с проблемой, я понял, что нужен навык коммуникации. Мы идем на какие-то курсы, что-то читаем, книжки, смотрим видео, чуть-чуть начинаем развивать свой интеллектуальный капитал, потому что мы как-то его проблематизировали. Проразвивали, снова сошлись. Взяли карточку, сколько тебе нужно времени в неделю на себя лично? Как нам поступить, чтобы это время точно всегда было? Вот такое время. Такой вопрос. Может быть, нисколько, нисколько. Все, договорились, классно. Это там супруги. Или говорит, там мне там неделю. Я говорю, блин, я буду чувствовать себя одиноким от того, что тебя неделю не буду видеть. Мне как бы прям тебе будет не хватать. Мы можем даже не на компромисс в днях, а мы можем как бы «А тебе для чего это свобода? А что для тебя не свобода?» Можешь привести пример, да? Чуть-чуть поисследовать этот интерес. И дальше это как бы путь. На самом деле мы эти 105 вопросов пройдем, и это не означает, что мы как бы все, настроились. Потому что жизнь меняется, приходят кризисы, приходят какие-то обстоятельства, которые непоправимо и невозвратно меняют как-то нашу жизнь. И нам все равно нужно будет продолжать договариваться. И на самом деле умение договориться, это очень важный навык, который в будущем очень нужен. Он не заменится искусственным интеллектом, потому что это воля одного человека, воля другого человека. И искусственный интеллект может быть третейским судьей, но это и моя, как бы в этом и есть моя тревога относительно того, что два спорящих человека ищут третью точку зрения, которая их разрешит. В этом проблема. Потому что я тебе приведу пример. Я, по-моему, его уже тебе приводил, но я его очень люблю. У Елены Гартвик есть такая судья в Челябинске. Она сейчас в отставке, сейчас живет в Санкт-Петербурге. Она выпустила недавно классную книгу про трудных подростков. И Елена Гартвик как-то рассматривала судебный спор супругов бывших относительно общения с ребенком. Они делили ребенка, как кто будет общаться. И судья говорит, «Истец, папе, встаньте». Он встает. Она говорит, «Вы любите своего ребенка?» Он говорит, «Да, люблю». Он говорит, «Всё, садитесь». Отвечется, «А вы, мама, встаньте». Она встает и говорит, «Вы любите своего ребенка?» Он говорит, «Да, люблю». Он говорит, «Садитесь». И судья дальше продолжает. Он говорит, «Вы знаете, я вообще не люблю вашего ребенка». Я ее даже не знаю. Я могу прочесть, как ее зовут, вот дату рождения, но я не знаю. Так почему вам кажется, что судьбу вашего ребенка должен решать человек, не любящий его, а не два любящих человека. Поэтому идите-ка, уважаемые родители, и договаривайтесь друг с другом относительно того, как вы будете общаться с себя. Не к тому, что вам нужно помириться, создать семью, это нереалистично. Но вы можете договориться относительно важного для вас человека, которого вы оба любите. Как вы будете с ним общаться так, чтобы и ребенок не лишился ни отца, ни мамы, и при этом у него не была нарушена психика, потому что как я разделю, это просто вот так стол разделю. Как вы им будете пользоваться, понятия не имею. Так пополам. Мы посчитали, экспертов наняли. Они сказали, что геометрически вот так разделить. Вот так я поделил, стол не стоит, ни одна из половин не функционирует, но зато пополам. Всем классно. И штука в том, что вот это разрешение конфликта, разрешение разногласия, и людям очень хочется переложить на третьи плечи и сказать, а давайте нас рассудишь. И они идут за экспертизой, еще что-то, они ко мне приходят, и начинают мне доказывать свою правоту. Я говорю, вы достаточно убедительны, но я не буду разрешать ваш спор. Вам нужно как бы поисследовать эти позиции друг в друге и понять, а как вы можете помочь другому человеку быть чуточку счастливее и реализовать свою какую-то потребность и интерес. И поэтому, конечно, вот это тренажер. И да, это как тренажер спортивный. С помощью него можно растянуть мышцу, если как бы залететь на него на полной скорости, не размявшись. Точно можно. Дурака нет, как бы защиты никакой. Но базово, статистически, это очень полезный инструмент, потому что он говорит, у меня беговая дорожка или еще что-то, и само ее наличие говорит, что похоже, бегать это хорошо. Представь, что люди вообще не бегали бы. И не видели. И не ходили бы, да-да-да. И они такие, нет его. Ну что, и так ходим, такие жирные. Дима, скажи вот в дальнейшем, ну вот прошли карточки, посмотрели, да, то есть позадавали, поисследовали. Какая-то рекомендация есть, то есть как это стандартизируется, как это прописывается, как лучше это проводить. Включать, я не знаю, там диктофонный разговор на свободную тему, письменное изложение. В дальнейшем это как-то закрепляется. То есть вот из практики, там, где эти карточки привлекают люди на семейные сессии, ты выступаешь в качестве модератора. Каким образом вы, ну не знаю, не финалите, что ли, а вот... Мы обязательно закрепляем эту договоренность. Каким образом закрепляется договоренность? Мы прям записываем черными буковками по белому тексту, да, да. Мы прям пишем договоренность. Ну, например, мы там договорились с тобой, помнишь, там, про наш день, идеальный день, совместный идеальный день. Мы договорились с тобой вторую или третью субботу, в зависимости от обстоятельств, каждую вторую, третью субботу, каждого месяца вместе проводить в бане или на рыбалке, или просто день для нас двоих. Вот мы два брата. Чтобы просто не терять связь, давай создадим такую практику. Ты говоришь, блин, звучит круто. И чтобы мы не помнили эту договоренность каждый по-своему, чтобы мы ее не забыли, чтобы мы ее не интерпретировали, а была, мы сначала обсуждали третья, четвертая, или вторая, третья, блин, я забыл, ла-ла-ла. Мы просто ее объективизируем. Мы ее создаем. На самом деле, пока она не записана, она не существует. Договоренность — это тезис, по поводу которого согласились двое. Если эта договоренность в моей голове, то ты не можешь никак свое согласие не подтвердить, не опровергнуть. Более того, с течением времени эта договоренность либо забывается, либо интерпретируется по-другому. Я ее помню. Мое эго, на самом деле, левополушарное, мой интерпретатор в голове, он, доказывая мою правоту, создаст такую договоренность, которая мне будет выгодна, и я даже и потом правды не найду. И поэтому ее нужно записать, и ее записать не типа юридически, там, или с вензелями, или еще что-то. Мы это называем семейной конституцией, но это обычный документ, без всякой геральдики. То есть не думайте, что это там Ротшильды и Рокфеллеры как бы ко мне приходят и все такое. Да нет, ну, у меня недавно было две сестры. Одна юрист, другая девушка работает вообще в таком, в администрации небольшого города в Ленинградской области. Они, ну, не очень много зарабатывают, у них ни пароходы, ни это. Они говорят, нам просто важны эти отношения. А наши отношения с мужьями, мы поняли, что начали растаскивать нас. А еще у нас есть общие родители, которым тоже нужен уход. И мы слышим жалобы наших родителей относительно друг друга. Ну, а нас, мне жалуются на нее, а ей жалуются на меня. А мы хотим это все склеить. И поэтому они говорят, мы пришли, вот, нам нужна семейная сессия. Я провел им, они говорят, круто, блин, вообще, ну, типа, там, просто они два дня сначала, они там расплакались, короче, ну, то есть это трансформация. Через два дня они говорят, это просто невероятное что-то. Мы родители еще хотим. Они подключают родителей. Они такие, так мы еще. Ну, и у них сессии как бы наращивались, потому что они боялись тут же всех со всеми пообщаться. Поэтому они потихонечку, как бы, какую-то точку стабильности искали. И работая с этими качествами, на самом деле, здесь, если и приглядеться, здесь есть даже пример внизу договоренности. Ну, какой-то. Вот у меня вопрос, есть ли причина, по которой ты можешь завидовать мне, как мы поступим, если такое произойдет? И, ну, здесь написано, Виктор признался, что там, завидуют тому, что Григорий успешный, у него большой круг общения. Договорились, что Виктор может обращаться за помощью и поддержкой Григорию по этому поводу. Можно чуть конкретнее там договориться, что, типа, он там поделится каким-то курсом, поделится какими-то контактами, в общем. И сам факт вот такой договоренности поможет, на самом деле, Виктору приходить к Григорию. Потому что он такой, блин, прикольно. У меня и до этого было право, но я, как бы, не умею просить о помощи. Я не умею, мы это, как бы для меня переступание через себя. А здесь мы записали, и классно. И это просто, мы открываем Google Doc или Word, просто пишем Виктор, Григорий, вот об этом договорились. Command P или Control P распечатали, две подписи поставили, каждый у себя хранит. На завтра мы придумали, что вот этот пункт неактуальный, но еще вообще есть новый. Мы открываем этот Word, этот, вместе-таки, неактуальный, неактуальный. Выделили, удалили, вписали новый, перепечатали, предыдущий порвали, новый я стал. И вот такой итерационный подход, шаг за шагом, и создать сначала Конституцию из пяти-десяти, ну там, пяти-десяти пунктов, это нормально. И дальше ее доработать. Ну то есть, за сессию примерно там происходит, не знаю, 30-35 пунктов договоренности. В зависимости от того, мы там глубоко ушли, спорили долго, не спорили, но за вот это время создаются какие-то договоренности. Но самим тоже взяли, взяли карточки, поговорили, или там смотрим, читаем, что в нашей жизни и отношениях должно остаться только между нами. И это может быть про вопросы опять кого угодно делиться с другими. Ну то есть, мне мама говорит, я тебя прошу с твоей женой, я ее очень люблю, все очень круто, она крутая и вообще я ее очень уважаю. Но я, можно вот этот аспект нашей жизни ты не будешь рассказывать? Или наоборот, я к маме говорю, слушай, мы очень близки, у нас близкая семья и все такое близкие отношения, но я не хотел бы, ну меня смущают рассказы о моем детстве, меня смущают рассказывать, не знаю, какие-то твои, о том, что я что-нибудь в детстве где-нибудь в чем-то грязи в какой-нибудь валялся, меня просто это смущает. Почему? Это отдельная моя терапевтическая работа, мне нужно пойти куда-то и там поработать. Неважно, я сейчас просто заявляю, это может поменяться. Но сейчас я прошу тебя об этом не говорить. Тебе возможно ли это? Она скажет, да конечно возможно, я даже не знал, я думал это прикольно всем, черт возьми, я не знал, хорошо, что ты сказал. И я бы с мамой записал, что типа мы договорились, и дальше, когда я высказал, я бы из уважения к моему собеседнику сказал, мама, а есть что-то, что про тебя, ну, я знаю, но тебе бы не хотелось даже в узком кругу, чтобы я это просто поднимал, эту тему. Может они и будут знать, просто чтобы не напоминать. Ну нет, такого нет, окей. Или есть, да, вот об этом не говорить. Ну что ж, все очень интересно, увлекательно, Дима, спасибо огромное, что пришел. Я думаю, что мы действительно дадим ссылку, где можно такие карточки приобрести. Обязательно, я думаю, мы с супругой проговорим на эту тему. Вопрос в том, что если сделать некое такое краткое резюме, то есть мы, во-первых, на канале про развитие инвесторского мышления, куда инвестировать в эти непростые времена, здесь получается одновременно, то есть это не столько инвесторское мышление, то есть здесь про получение результата. И результаты такие, как мы с супругой любим сейчас повторять фразу, в легкости, радости, великолепии. То есть когда у тебя получается, есть доверие, когда у тебя есть свобода, проговоренные вещи для тебя важны, как определены правила, когда есть экономия на ресурсах, то есть вот эти вот основной смысл сегодняшнего нашего общения как раз таки показать, используя какие инструменты, можно развивать человеческий капитал раз, за счет того, что ты получаешь быстрые результаты. То есть не обязательно получать какие-то выдающиеся результаты, но если у тебя увеличивается скорость, если у тебя уменьшаются расходы времени, средств, эмоций на решение каких-то конкретных вещей, и третье... А ты объединил время и эмоции. Время и эмоции. Соответственно, непроизвольно происходит ускорение. И это то, что я думаю людям, слушателям, подписчикам будет полезно. Спасибо большое, что пришел в гости. Спасибо, что позвонил. Я все-таки думаю, что не последний раз рад буду видеть, общаться. Ребята, напишите в комментариях... Ну давайте, какой вопрос вам кажется наиболее сложно обсуждать с близким человеком? Какой вопрос вам кажется, что нет, ну вот этот вопрос точно нельзя? Потому что может быть мы потом запишем какой-нибудь выпуск, не знаю, как обсуждать смерть? Потому что реально этот вопрос не очень сложно обсуждать. У меня карточка сверху лежит. Если тебя не станет, какие у тебя есть пожелания к собственным похоронам? Как это будет? Как это будет? Кого туда точно надо позвать, а кого нет? Именно. Вы знаете, я ехал... Короче, мы ехали с мамой в Петербург на машине. У нас есть новогодний такой ритуал, мы там всей семьей собираемся, и у меня супруга была в положении, она ехала на поезде, а ей уже было тяжело на машине. А мы с мамой... И я тогда только эти карточки создал, и мы их обсуждали. И я вот этот вопрос вытянул. И говорю, блин, очень крутой вопрос. Я хочу, чтобы на моих похоронах было веселье. Потому что это была крутая жизнь, потому что я счастлив, и потому что вот те люди, которые собрались, они грустят по поводу того, что я ушел, но нужно как бы отметить, нужно продолжить, продлить ее еще на один день, еще на одно мероприятие вот это настроение. Поэтому я хочу, чтобы играл Макс Корж, я хочу, чтобы были кальяны, я не хочу... Запрет полный на черную одежду. Вы можете ходить с разными лицами, я не могу вас заставить это, но если вы будете обсуждать, какие проекты после меня остались, что еще можно как бы продолжить. У меня там есть благотворительный турнир, у меня есть еще что-то. Как, кто будет продолжать, кто будет дальше тащить мою телегу, кто будет ходить и рассказывать, что семейная семья должна разговаривать друг с другом, что семейная конституция это важно. Кто, кто этим будет делать? Вы разберите, говорю, проведите аукцион моих проектов, пусть купят все эти идеи, как лицензии заберут, а деньги отправьте там в фонд Друзья или в дом с маяком. Отправьте, короче, ну, у меня такое окружение, они точно раскупят все эти, все эти штуки. И мама такая, она сначала плакала, типа, про похороны сына нормально слушать. Ну, из-за того, что я вот с таким захлебом, она говорит, ты, конечно, очень сумасшедший тип. Просто. Я говорю, так прикинь, ну, мои же цели, они же за пределами моей жизни, они должны продлиться. И тебе нужно, как бы, ты или кто-то, где это, кто это прочтет, он должен взять это и реализовать ровно так, как я сказал, чтобы эти мои цели дальше продолжались. Круто. Круто, Дим. Спасибо еще раз. Спасибо. Ребят, пока-пока. Оставляйте ваши комментарии, будет очень ценно. Не забываем подписываться на канал и поставить лайк данного видео. Пока. Пока.